Здравствуйте, меня зовут Полина Макей и вы смотрите Минский Курьер. Сколько медалей в копелке белорусских спортсменов на вторых играх страны СНГ? Кто обеспечивает продовольственную безопасность страны? И что же связывает Беларусь и Китай? Говорим о главном прямо сейчас. Беларуси новый министр сельского хозяйства Александр Лукашенко назначил на эту должность Сергея Барташа. Он прошел огромный профессиональный путь от агронома до помощника президента, инспектора по Гомельской области. Александр Лукашенко лично ввел в курс дела, настроил на работу нового руководителя, поставил ряд задач. Главное из которых – пользоваться каждым погожим часом, чтобы не потерять урожай при засухе и ливнях. Сегодня главное внимание надо уделить посеву озимых. Я уже говорил по Витебской области, Могилевской области, да и по всем областям, особенно северной части Беларуси. Очень важно вовремя посеять. Очень важно. И посеять ранние культуры типа рапса, зимы, ячмень, чтобы раньше начать убирать в будущем году. По данным на 10 августа в Беларуси намолотили более 4,5 миллионов тонн зерна с учетом рапса. С уходом уборочной кампании под Минском ознакомился председатель Мингорсполкома Владимир Кухарев и побывал на полях Минской овощной фабрики предприятия «Гастеловская». Поле кормит. Главное, что жители города Минска должны иметь качественную продукцию. Слава богу, у нас судьбыстки есть и все хозяйства молодцы. Они сегодня работают, сделали невозможное. Погода выдалась нестабильная, что создает определенные трудности комбайнерам. Рабочие часы сокращаются, а работа прибавляется из-за дождя, тумана или росы. На Минской овощной фабрике убрана уже треть всех площадей. Уборочная кампания идет в плановом режиме. О запасах на зиму можно не беспокоиться. Вторые игры стран СНГ продолжаются. Впереди еще два соревновательных дня. По итогам предыдущих наша страна остается в топе медального зачета. Пройден рубеж в 100 медалей. Одним из главных событий стал финальный день на турнире по пляжному футболу. Эксперты предрекали, что в поединке за золотые медали сойдутся белорусы и россияне. Но сборная Ирана неожиданно выбила команду России. Мы следили за игрой с места событий наш корреспондент Ульяна Ермоленко. Единственное, чего и тут не хватает, это море. Борьба, финальная борьба за кубок по пляжному футболу. И гол! Белорусы четырежды забивали, но каждый раз соперник сравнивал счет. Однако на последних минутах Игорь Бриштель забил финальный пенальти. Добавим, что матч вызвал широкий зрительский интерес. Трибуны были заполнены под завязку, а спортсменов переполняли эмоции. Космические эмоции, первое место чемпионы, это что-то незабываемое. Дома, болельщики, смотрите какая атмосфера. Самый богатый улов получился у легкоатлетов. 37 медалей, из них 10 золотым. Соревнования проходили на национальном стадионе «Динамо». На высшую ступень пьедестала поднялись Илья Кареба в беге с барьерами на 60 метров, Иван Шилец в прыжках в длину Илья Гуща в метании копья, Эльмира Лаврова в метании диско и Елизавета Ситкевич в самом сложном виде программы в легкоатлетическом многоборье. Своими впечатлениями поделился юный атлет Илья Кареба. Соперники были довольно сильные. Особенно российский соперник, ну и наш белорусский Станислав Стимасов. Главное спортивное событие года обсудили в прямом эфире проекта «Вечерний политический канал». В студии политолог Вадим Елфимов, политический активист Андрей Вельчинский и депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич. Беларусь показывает сегодня пример того, каким должен быть спорт. Спорт без политики, без двойных, тройных стандартов. Спорт настоящий, честный, искренний. Все выпуски вы можете найти на YouTube-канале проекта, а также каждый вечер по будням на радио Минск 92.4.fm. В Минске состоялось заседание штаба патриотических сил Беларуси. В нем приняли участие представители ведущих общественных организаций политических партий. Встреча прошла в знаковую для страны дату – годовщину выборов. Год назад в Купаловском театре прошла первая масштабная встреча. Инициатором выступило Республиканское общественное объединение «Беларусь». Итогом было принятие декларации, содержащей 10 пунктов. О том, как должно развиваться гражданское общество в Беларуси, рассказала председатель Беларусского союза женщин Ольга Шпилевская. В объединении народа сегодня будущее нашей нации. Поэтому очень важно, чтобы мы вот так вот плечом к плечу стояли и дальше вместе. Свидетельство о регистрации партии получил председатель Минского городского совета депутатов Андрей Бугров. Зарегистрировано Минское отделение городской партии «Беларусь». Это действительно событие, это действительно прорыв. Теперь мы в рамках нашей политики, политики нашей партии сможем реализовывать те проекты, которые наметили, и приступить уже буквально с понедельника выполнять поставленные цели и задачи. Беларусь и Китай развивают совместное сотрудничество. Деловые встречи между представителями обеих сторон стали уже делом привычным. Сегодня новый виток. Находят точки соприкосновения в культурной сфере. Важность этого отметил министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич на встрече с делегацией китайской провинции Ганьсю. Мы видим очень глубокий интерес и большой интерес между музеями наших стран. Впереди идет Национальный художественный музей. Прошли переговоры по филомоническим коллективам. У нас их более 15, и мы предлагаем нашим коллегам, уже проработали по основным городам. Также было подписано соглашение по обмену опытом и сотрудничеству между Белорусским союзом журналистов, агентством Минск новости и коммуникационным центром провинции Ганьсу и телерадиокомпании Ганьсу Медиагрупп. Планирует ли белорусская делегация журналистов посетить Китайскую Народную Республику, рассказал генеральный директор агентства Минск новости Андрей Кривошеев. Это уникальное место, это точка, через которую в глубокой древности проходил Великий Шелковый Путь, а сейчас проходит новый Шелковый Путь из Китая в Беларусь. Поэтому это обязательно должны увидеть белорусские журналисты. В Минске активно идет строительство национального стадиона и бассейна международного стандарта за счет помощи Китайской Народной Республике. Завершены работы по устройству стальной конструкции, кровли, ведутся монолитные работы, кладка стен. Также продолжаются работы по прокладке сетей электроснабжения, установке элементов трибун, устройству внутренних стен и перегородок. На каждом объекте задействовано порядка 400 человек. В Минске появится единый проездной билет в городском общественном транспорте, за исключением автомобильного, категории М2 в экспрессном регулярном сообщении и железнодорожного. Линейка существующих проездных билетов будет оптимизирована и позволит повысить мобильность жителей и гостей города. О радостной вести рассказала первый заместитель председателя Мингорысполкома Надежда Лазаревич. Те, кто любит ездить, много двигается по городу Минску, я думаю, что экономический эффект почувствует и скажет спасибо большое городу за заботу о наших жителях. Проезд на 30 суток на наземном транспорте обойдется в 38 рублей 25 копеек, на метро 40 рублей 50 копеек, единый проездной на месяц обойдется в 51 рубль 5 копеек. Более 16 тысяч многодетных семей получат материальную помощь к учебному году в Минске. С 1 августа началась выплата единовременного пособия в размере 30% бюджета прожиточного минимума. 109 рублей 32 копейки на каждого школьника в семье. Обращаться к гражданам следует в учреждение образования по месту учебы ребенка. Считанные недели остались до начала учебного года и уже с середины июля во всех столичных универмагах работают школьные базары. На сегодня там представлен весь ассортимент товаров для школы – одежда, обувь, галантерей и канцелярия. На днях площадка у Дворца спорта также будет задействована для проведения масштабного школьного базара по окончанию вторых игр стран СНГ. Торговые точки будут работать каждые выходные с 19 августа по 3 сентября включительно. Подробнее рассказала начальник главного управления торговли и услуг Мингорысполкома Елена Нагорная. Если говорить непосредственно по ушкольным базарам, которые берутся у нас на Дворце спорта, мы уже второй год практикуем такое и видим, что это все-таки пользуется спросом, родителям удобно. Это более площадка Дворца спорта, это площадка, которую знают все жители города, но и не также жители гостей столицы. В Минске продолжается благотворительная акция «Портфель первоклассника». Цель – оказание материальной помощи многодетным и малобеспеченным семьям, а также воспитывающим детей-инвалидов и семьям, в которых один или оба родители являются инвалидами. Принести школьные принадлежности можно в пункты сбора в торговом доме на Немиге, универмаге «Беларусь», «Цуми» и «Гуми». Акция продлится до 20 августа. Выходные обещают быть не менее насыщенными, чем сама неделя. Помимо спортивных мероприятий, можно обогатиться и духовно. В Троицком предместе и верхнем городе состоится ряд культурных мероприятий с 12 часов дня до 22 часов вечера. А в воскресенье, 13 августа, состоится масштабное праздничное шоу – закрытие вторых игр стран СНГ. Не пропустите. А мы желаем вам насыщенных выходных. Берегите себя и до встречи через неделю.